Итак, всем привет, с вами Топ Гай, и мы продолжаем играть за Австрию в моде про Австрию внезапно. И мы готовы начинать наступление. Германия попила неплохо так наших соков, я бы сказал, но потеряла 1.2 миллиона людей. И самое главное, скорее всего, еще тонус на решение. А значит, что мы можем перейти наступление. Если вы, кстати говоря, вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же начинаем потихоньку. Будем возвращать, наверное, какие-то вот такие вот города. При этом очень аккуратненько. Кстати говоря, атака у нашей пехоты отличная. Да, я думаю, пробьем мы очень все хорошо. Кантри плюс 40% дает. Прелесть. Смотрите, они заводят войска обратно, но по факту это они просто теряют дополнительные войска, потому что воюют они под нашим ПВО, под нашими радарами. И на нашей корр территории, то есть мы здесь имеем очень солидные бафы. Если они, кстати говоря, сейчас забатятся еще побольше нас атаковать, это будет даже очень кстати. Но пока просто вручную сейчас буду потихонечку-потихонечку двигать фронт вперед, потому что могу. Я думаю, есть смысл вот сюда же подвезти. Это здесь помогает, и пускай это тоже нам здесь помогает. Вот так вот можно подвигать их. И да, мы просто перемалываем их, причем достаточно точно вроде как для нас в выгодном коэффициенте. И да, Германия потеряла просто тонну авиации, и на этом, пожалуй, все. Можно сказать про ее авиацию. У нее останутся только истребители, скорее всего, штурмовой не будет. А мы как раз устраиваем наши бронепоезда, и наше снабжение будет неизвимо к их авиатакам. И битвы проходят очень хорошо для нас. С ним теряют все больше и больше боеспособности. Мы же себя прекрасно чувствуем. Здесь вот только мы поатаковали, можно на самом деле в защиту уйти. И давайте можно контратаковать нас, как вот здесь вот. Они атакуют в лес, через речку еще периодически. В общем, отлично для нас. Ой, с игрой теперь я могу нажать вот эту кнопочку. Звучит вообще не так плохо. Единственное, видите, капасти спешл форсеса, то есть градострелков. И градострелки мне, правда, нужны. Давайте сделаем из них боеспособную единицу, так сказать. Добавим туда все, что мы хотим, а вот и не хватает опыта. Значит, подождем. И провинция за провинцией мы переходим в наступление. Но я очень аккуратно играю, пока что не нажимаю батлплана, ничего. Все вручную, чтобы максимально сохранить все наши ресурсы боеспособными. А немецкие ресурсы тратятся, видите, в этих контратаках очень-очень солидно. Танков там вообще почти не осталось. Здесь, если посмотреть по потерям, то это просто ужасно. Я, кстати говоря, только за 20 месяцев мы воюем дольше. То есть там еще больше, по-моему. А параллельно я делаю венгерские фокусы на пром. Потому что здесь нам, да, тут сталь, военные заводы. Очень солидно. Пока что, как я и говорил, я не хочу брать, чтобы не дебафать себя сильно. А вот промку подобрать, я думаю, очень стоит того. Единственное, я, наверное, хочу выйти вот в этот фокус, потому что это даст нам 20% еще спец войск. То есть горнострелков можно будет настроить очень много. Так что давайте, да, вот сюда зарашим. И, в принципе, мы можем до сюда дойти. И ебаный рот этого ОБСа, блять. Он не опять отрезал, а минут 4 где-то. Я смог прорваться вот здесь вот. И вот так вот потихоньку-потихоньку отдавить немцев на севере, на север, внезапно. И зажать их вот здесь вот. Я пытался вот здесь вот закрыть. Окружение не получилось, но получилось вот здесь вот. Потому что их танки уже не танки. Там уже не осталось танков. И как же мне без ОБС, я, может, буду менять. Потому что у меня уже третий раз за, наверное, вот эти вот 2 или 3 прохождения, когда он меня обрезает что-то. И это просто отвратительно. У нас по складам все так же все нормально, на самом деле. Есть, конечно, минуса уже некоторые. Но битвы, как бы, достаточно успешно проходят. Немецкое снаряжение идет в помоечку. А мы, кстати, еще, наверное, их немножко... Я уже не помню, говорил ли вы или нет. Не попало или нет. Я поставил здесь гарнизон, на секретную полицию. И мы потихоньку их военные заводы отсюда, кстати говоря, фармим тоже. Это стоит понимать. И сейчас наша цель, главное, просто удержать эти территории, которые мы сейчас захватили. Надо подбить побольше планирования. И потом уже продолжить дальше душить. Потому что у нас через 12 дней закончится баф. Без бафа будет чуть-чуть сложнее, надо понимать. Поэтому нужно как можно быстрее закрыть здесь все. В примере попробовать. Потихоньку там они будут все равно гнить. И потом уже снова бафом продолжать движение на север. Скорее всего, плюс у нас появится вот этот вот баф. Меньше чем 1% задачи. У нас вот эти 2 проинции и не дают нам его нажать. В принципе, меня это устраивает. Потому что это как раз таки я бы оставил на финальный пуш. То есть, когда мы пойдем уже на север. Наверное, сначала попробуем как-то вот здесь вот прорваться и окружить еще раз здесь немцев. И потом уже до конца на Берлин. Поехали. Единственное, конечно, когда они вот так вот нападают, их надо наказывать за такие нападения и контратаковать. Мы это и делаем. Немцы продолжают в контратаках своих неуспешных терять еще кучу ресурсов. Ну, это уже их проблема, как говорится. А у нас же ДЭК, кстати, починилась. Я вот все ждал. И мы можем теперь подвинуть все наше железно-торженное орудие поближе к фронту. Прекрасно. И вот я еще одну проинцию здесь захватил. Мне очень хотелось ее захватить, чтобы, знаете, две провинции отделяли окружение от неокружения. И теперь все намного веселее. Крымстровков, кстати говоря, тоже я хотел бы модифицировать. Но это как мы закончим вот этот фокус. Прекрасно, на 20%. Слега получили три дивизии от фокуса. И, ну, я скажу, они такие себе. Впрочем, как говорится, дареному коню зубы не смотрят. И я это использую, конечно, потому что они все еще, ну, пойдет уровня, я бы сказал. Сейчас докачаем сюда, будет получше. И здесь бонус артиллерии исследования. Здесь бонус специальной силы исследования. Нам-то этого пригодится, потому что гранд-стрелков у нас будет много. Потому что мы внезапно, в основном, будем воевать сейчас в горах. И, в принципе, гранд-стрелки, ну, неплохие. А у нас есть на них бонусы. Почему бы и не использовать? Потом мы могли бы сменить, наверное, вот этого советника на... У нас, по-моему, да. На спецвойска. Спецвойска стакуются, насколько я помню, с пехотой. А значит, наши гранд-стрелки будут, ну, космически сильными. Я все еще не убираю, кстати, как вы можете видеть. Гарнизон с Италией, итальянской границы. И, блядь. Когда это произошло? Хороший вопрос. Хороший вопрос, когда это произошло? Видимо, уже давно, потому что мы потеряли кучу сайтов. Мы сейчас чуть не капнули. Да, мы чуть не капнули. Мы супер близки к капу. Это, конечно, мем сейчас произошел. Главное, что я успел это заметить. Господи, представляете, если бы я это не заметил. Мы бы капнули, я бы охуел с того, почему. Ну ладно, сейчас справимся. Кстати говоря, здесь окружение, да. Добьем сейчас. Прелесть. И да, мне снова нужен баф на атаку. Скоро он будет, я думаю. И мы здесь окружаем успешно достаточно немецких дивизий. Это прелесть. А еще было бы прелестно, если бы нас румынии атаковали внезапно. Так вот. Я не знаю, что здесь заняли очень неприятные территории. Они заняли радар. И нам нужно сейчас срочным образом пробиваться через это и спасать нашу общую дивизию здесь. Какой ужас. Какое отвратительное говно. На самом деле, мне кажется, было бы нормально, если бы был какой-то ивент, который Германии бы запретил это все делать. Потому что, ну, это выглядит нелепо. Германия теряет 2 миллиона войны с Австрией. Не капитулирует. Ну, как бы не ведет на мир. О, кстати говоря, а вот и Италия зашла. Прелесть. А потом еще туда заходят Румыния и Италия. И всем похуй. И самое главное, Германии похуй с такими потерями. Что могу сказать? Железнодорожное оружие все надо переводить. Эта дивизия пока что держится. Сейчас придут подкрепления и должно стать чуть-чуть получше. Эту дивизию мы вроде успели спасти. Я, конечно, не до конца уверен. Потому что они закидают сюда свои войска. Но, походу, она умрет. Ну, что могу сказать? Стабилизировали фронты. Сюда ЖД подкатили. Там ЖД все еще находится. Надо ее только на север, наверное, перебросить. На севере у нас какие-то поедут. Я еще пытаюсь немцев окружить. И я так посмотрел на немцев. Такие уже сильнее в два раза. Немцы потеряли всю свою армию. Надеюсь, сколько? 28 примерно. То есть почти в два раза меньше, чем у нас. Здесь Италия, сколько бы сюда ни привела, у нас здесь горы под ЖД орудием. Удача им это пропушить. Фартов, кстати говоря, забавно, что нету. Но пускай. Здесь, кстати говоря, есть вообще смерть. Румынская граница стабилизирована. Немцев можно пойти окружить. Можно вообще их пойти разбить. Но я бы хотел сначала, наверное, вернуть себе венгерские территории. Потому что внезапно это наши корки. Это наши мужики. И это наши, самое главное, заводы. Это здесь получается окружение приятное. Здесь румыны нажали форсированную защиту. Из-за чего я не возьму гудапешт. И это, кстати говоря, руина. Потому что... Ну, для меня. Потому что у меня здесь снабжения не хватает. Ну, вот теперь, кстати, хватает. Ну, в целом, меня устраивает, как что здесь идет. Я потихоньку сейчас окружаю здесь немцев. Я думаю, можно попробовать вот эту часть окружить. После чего просто уже автопланом туда дальше идти. Здесь же войска подкрепления подходят. Здесь только с румынами, да. Чуть-чуть надо поаккуратнее. Но они сейчас на форс-защите, я думаю, очень много потеряли. Нам нужно просто аккуратненько сейчас здесь постоять дальше в защите, наверное. Раз мы уже снабжение получили от мэритаризованного пункта. Пока что, я думаю, будем контролировать сручную именно вот этот фронт. Здесь, как вы помните, ничего не происходит. Здесь, ну, почти ничего не происходит. Меня в целом устраивает, что здесь как. Наверное, что это орудие, кстати, сюда и приклеплено. Потому что румын в данный момент по ощущениям опаснее, чем Германия. Хотя, наверное, плюс-минус то же самое. Но здесь совсем все плохо у немцев. У них на фронт не хватает дивизий. Поэтому мы пушим на запад. Давайте говоря, Румыния здесь перебросила дивизии сюда. Румыны спасают немцев. Ну и ситуация, ребята. Как говорится, смешно. Смешно даже подумать о таком было бы. Особенно какие-нибудь Сталинградские битвы. Но у нас именно это и происходит. И мы душим, душим немцев. Не прекращая. И не жалея ни одного солдата. Немецкого, конечно. Ну, получится, я думаю, какое-то окружение сделать. Наверное, не сильно большое. Но сейчас даже небольшие потери немцев все равно считаются большими. И мы теперь можем сделать вот это вот. Какие-то говорят, здесь есть бафы для механа. Если мы пошли бы туда. Вообще, это, наверное, круче на дистанции. Но мне очень хотелось вот это все забрать. Так что все-таки пошли бы туда. И я думаю, это и доделаем. Потому что здесь у нас опыт. И у нас минус стоимость доктрины. Для чего? Я думаю, я смогу побыстрее докачать все доктрины. И слушайте, здесь окружение не такое плохое, как я думал. На самом деле. Не так, что и мало. Ну, здесь, конечно, дивизия окружили еще. Приятно. Но здесь, слушайте, дивизия 10 будет. И танковая одна. Так что я очень доволен. И, по-моему, это должно быть последнее танковое дивизие немцев. Да, так и есть. Прелесть, прелесть. И продолжаем пробовать пушить... Кстати, почему-то вот они в эту... А, окей, я понял, почему они не хотят в эту проявление. Потому что здесь вот озеро, типа, все. Теперь все встало на свои места. Пушим, я думаю, здесь румын. И, наверное, окружим их в этом моменте. И, кстати говоря, что? Правильно, продолжаем. Дальше окружать какие-то дивизии немцев. Не стесняемся даже какие-то небольшие окружения делать. Потому что каждая дивизия у немцев на счету в данный момент. И здесь все вообще будет солидно. Нужно только успеть добиться здесь вот всех румын. И будет вообще отлично. Дальше, я говорю, обедает войну Греции. Как говорится, не хватало немцам проблем. Еще и Грецию позвали. Так их же снесут, по-моему. Нет. Еще смотрите-ка. А нет, это не гаранты отлучения отношений. Тогда ладно, тогда не все так плохо. Нужно, так сказать, говоря, подпушивать их вот здесь. Чтобы они не успели выйти из окружения. И это самое окружение доделать. Наконец. Нандерланды в союзники зашли. В союзники пока АФК полностью, да. И, по-моему, по-моему, мы сейчас все это добьем. Релесть. Румынья призывала кого-то еще, как нашего врага. А Болгария теперь еще в войне. Ой. Не сидится, не сидится все. Балканским ребятам хочется все повоевать. Хочется все австрийских пиздюлин отхватить. Ну, мы как бы это, не жадные. Мы всем, каждому попиздюлин, как бы лето по способностям. Вот это все. А вот и румынские ребята здесь окружены и уничтожены. Вот теперь стоит нормальный фронт. И все еще нам очень нужен Будапешт. Очень нужен Будапешт, потому что это пункт снабжения. Без него, кстати говоря, у румын будут проблемы. Хотя, если у них есть машины, тогда не будет. Но все равно нам очень неприятно без Будапешта. Здесь, кстати, почти доделали окружение. Я уже танка здесь не вижу. Каким-то образом танк погиб. Прекрасно. И еще вот здесь вот окружение. Тоже получилось приятно, я бы сказал. Они там пытаются единиться, но я думаю, надо продолжать душить, потому что они отойдут вот сюда. По крайней мере, кто-то отошел сюда, да. Прекрасно. И здесь еще две дивизии. И тут девять дивизий. Почему-то наши дивизии решили наступать в сезонной провинции. Ну, логично. Почему, что они соседние? Вообще, надо бы им распределиться. Так, здесь все прекрасно, здесь все прекрасно. Здесь Будапешт взят, тоже все стало прекрасно. На таких прекрасных нотах, я думаю, надо посидеть и немножко попроизводить винтовок, которых у нас почти ноль уже. А также поделать все правильно. Еще окружение. Говорится, делаю время, окружение, час. Или как там было вообще, это и прославится. Наверное, так и было. Клянцы, кстати говоря, пытаются сбежать, смотрите. Но, по-моему, они сейчас просто в помоечку сбегут. Как говорится, да, так и есть. И вот мы две румынских и одну итальянскую дивизию окружаем под Бременом. Невероятное развитие исторических событий. Нам в США, если что, отлилить стали. Винтовок. Я не против. И под Саром немецкие войска уничтожены. Осталось там всего ничего. Дивизии 17, я не знаю. Видимо, где-то так. Здесь, конечно, все будет побольше. Просто, смотрите, 2.8 миллиона потерь понесли ребята от просто Австрии. Ну, на Греции там еще сколько? 20 тысяч. Но это пыль. Надо думать, как здесь еще делать какие-то окружения. Здесь стало чуть-чуть посложнее. Потому что здесь речка такая неудобная. Как бы сюда пройти здесь ничего нету. Сюда надо как-то проникать. Ну, наверное, да. Наверное, так и сделаем. Давайте отпушим вот эту вот сторону. И сейчас попробуем к северу выйти. Но нам нужно, я думаю, еще и с Румынией тоже как-то разбираться потихоньку начинать. Так что надо начинать тут тоже пушить. А вот и наши прекрасные самолеты. Были бы у нас, блин, все военные заводы бы на эти самолеты. Было бы вообще шикарно. Ну, по крайней мере, я могу их сделать. И, кстати, да, у нас, наверное, появятся какие-то военные заводы в один момент. Начинаем поджимать направление, как я и говорил. И пробую сейчас здесь развивать. Там опять танк какой-то, блин, появился. Давай, распоявляйся. Вот, отлично. Сейчас подожмем в этом направлении. В теории должно быть тоже у нас все без проблем. Ну, сейчас посмотрим, как говорится, как в реальности пойдет. Но пока как будто можно вообще вот так нажать и типа не видеть проблем, как говорится. Потому что мы уже даже можем автопланом побеждать в Германию. Ой, у Австрии появились свои первые верфи. Но, к сожалению, можно только конвои делать. Но и так уже неплохо. Если у нас расчет реактивной стиллерии появляется, я бы тоже начал потихоньку производить. Принципально, под фокус дается бонус следований к корнякам первым и вторым. Их два дается. То есть, типа, чтобы ты первый и второй их исследовал. Первый у нас есть на старте. Чем нам давать на первые и вторые? Было бы логично дать там тогда на вторые и третьи. Но уже ладно. И да, окружение на севере. Вроде как успешно закрывается. Они, кстати, все еще могут отойти через кил. Вполне себе они это, наверное, и планируют сейчас. Нужно их остановить. Как я говорю, я не заметил, как взял Берлин. Бывает же такое. Здесь пока я не нажимаю стрелочку, галочку. Пускай у нас войска по максимуму истощат сначала Румына. Потом уже как-то будем что-то делать с Италией, я думаю. Ой, мы захватили, кстати говоря, немецкую старую. Мы теперь можем ее не импортировать. Это тоже очень приятно. Ну что, на этом моменте мы добиваем Германию. Ладно. Еще пока не время заканчивать, как говорится. Надо все-таки-то бить. О, Польша воюет с Советским Союзом. Только с Советским Союзом. Хотя у нее как будто даже есть некоторые шансы. Ну как, у игрока в такой момент только против Советского Союза 100% были бы шансы. Здесь болото, леса. Оборнять себя я не хочу. У Ишки есть просто какие-то шансы. Я в целом на самом деле в нее достаточно верю. Она может и победить. И под конец еще раз нажмем вот эту вот атаку. Кстати, я так и не взял фокус на атаку против Германии. А, у нас Венгрия захвачена. Ладно. Приваси тогда, в принципе. И так пойдет. А вот и, кстати, пошло. Германия задалась. Осталось лишь капнуть Италию, и эта война закончится, как говорится. Еще какие-то войска куда-то пытаются в Гамбург, видимо, усаживаются. Это вы хорошо придумали. Да, Гамбург посадиться. Да, Советский Союз высадился в Данце, господи. Это невероятная мува от бота. А мы давайте вот эти войска оставляем здесь, а остальные все идут туда. И, наверное, я вот эту армию тоже сюда отправлю. А вот эту, не знаю. Пускай укрепляет здесь границу. Ну и что, на этом давайте точно подзавершим текущую серию. Мы победили Германию. Успешно. Теперь можно дуэнт и счет Чехословакии. Давайте, ладно, не будем делать этот фокус все-таки. А пойдем вот сюда. Придется вот этот все-таки взять себе бафчик. В скобочках дебафчик. Ну, хотя бы мужиков нам дадут. На том спасибо. Так что, с вами был Дангай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твиждискорд, бусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока.